Так, привет, ребят! И мы приехали покорять столицу. Вот, и сейчас вышли из устро. Как вы думаете, на какой станции? Конечно же, на станции ВДНХ, это выставка достижений народного хозяйства. И народное хозяйство у нас, как правильный промысел, рыбалка и охота на Руси. Мы еще в прошлом году хотели посетить это мероприятие, но у нас не получилось. В этом году мы себе не отказали. Погода замечательная. В общем, мы в поисках выставки. Так что будем включаться, рассказывать про какие-то интересные новинки, стенды и так далее. Поэтому можете с Женей поздороваться. Я уже помахал рукой. Ребят, всем привет! Ну, он будет сегодня вещать, поэтому меня чуть-чуть посмотрите, а потом Жека будет все время вещать. Вот так что вы с нами сейчас направляйтесь на выставку. Приближаемся, приближаемся. Вся эта толпа, надеемся. Туда или не туда. Короче, мы уже практически уцеллили брядки. А погода какая, Тань? Просто весна. Да, погоду эту мы с юга привезли. Мне кажется, в Лугограде было холоднее, когда мы уезжали, да? Да, мы с юга. А я уезжала, был снег. А тут прям теплый и красота. Короче, билеты купили? Билеты купили? Дурят нашего брата везде. На сайте 250, здесь 300. Короче, не слушайте. Билеты купили? Щемим. Щемим, друзья, щемим. Ребят, заходим со словами моими. Наверное, это мой рай. Просто, это труба. Я глянул там в сторону. Туда идти, я не знаю сколько. Короче, тут просто квадратные километры. Все, что угодно. Вот мы сейчас зашли в ножи. И тут точек с ножами, я не знаю, не пересчитать. Татьяна выбирает себе нож. Тань, какой выбрала? Смотри, с розовенькой, может быть, ручкой. Ну, по делу. Че-че? Ну, по делу пришли, я не могу. Ну, значит, нам надо влево, короче. Нам, да, да, там. Вот тут очень много ножей. Все суперкрутая сталь и так далее, но нет. Просто, посмотрите на этот размах. Это не Волгограде дворитка. Короче, идем по выставке и видим. Знаете что? Сейчас виднеется вам наша палатка. Ну, это один куб, у нас двойной куб. Да, вы видите, как она презентабельна? Да. Выглядит наша шикарная, шикарная палатка наша. Наша такая еще летняя. Заинтересовала нас продукция компании Brain, ребята. Довольно-таки интересный продукт по цене. Ну, просто катушка за 4 тысячи, там, карповая. Я думаю, довольно-таки стоящая. Тем более, наш друг Виталий Михайлович очень хвалит данную продукцию. Решили тоже посмотреть, что тут есть, что у них за новинки. Модель Brain Apex Double, удилище, которое выпускается со сменными коленами в комплекте. Если покупая удилища, вы покупаете, например, пикаповую вершинку. Или, если говорить о самых коротких моделях, то спиннинговую вершинку. А, даже спиннинговую вершинку можно использовать? Да, конечно. Для меня на 40, большинство покупателей покупают его как спиннинг и фидер. Вот это прям меня очень заинтересовало, такой интересный-интересный вариант, когда у тебя в багажнике лежит сразу и фидер, и карповик. Ты что скажешь, Тань, по этому поводу? Сирененькая штучка нравится. А, главное, что сирененькая штучка. Интересненько лучше. Ну, это Танин взгляд, она уже рассматривала там розовые сапожки, сирененькая штучка, так что скоро пойдем за розовым спиннингом, чувствую. Наша верхняя линейка удилищ Фантом, отличаются очень малыми весом. 8 метров удочка, 300 грамм. Офигеть. Ну, это вот реально, наверное, на мормышку ловить можно, да? Ну, на мормышку у нас чаще покупают другие, вот эти, но Фантомом с пользователями тоже пользуются. На частности удилищики Волга на боковой кивок. А складывается она так, то есть, одна в одну, да, то есть? Слышка, да. Так телескопад. Блин, вообще, ребят, очень легкая удочка. Интересно, интересно. Семиметровая удочка, которую я вот держу вот так вот, ну, понятно, из-за колец она будет потяжелее, это как бы нормально, но это 7 метров. Я не знаю, я там 4-5 метров обычно ловил, но это другой уровень, ребят, реально. А по цене тоже они довольно-таки интересные. Модель, да, стоит с консорами увидеть. Так, что катушечки, может, про катушки что-нибудь расскажете? Потому что я смотрю, цена катушек, конечно, очень приемлемая, очень интересная. Самые популярные наши катушки, это катушки Акцент и Скаут. Они сделаны на одной базе, отличаются количеством подшипников между собой и дизайном. Главное преимущество этих катушек, то, что при минимальной цене эти катушки обладают всеми признаками высококачественных фидерных катушек. У них пониженное предоточное число, 1 к 4,7. У них рукоятка, которая винчивается. Вот это очень важно, а то всегда ломается там. В главную пару. Во всех наших катушках фидерных используется данная система. Акцент и Мин ГРОВ, это из новинок. В том числе головы увеличенной глубины для ловли сазана, крапа, герова. Да, нам такой, наверное, не хватает в свое время. Десятка сюда ложится в закрытом состоянии подсаки. Десятка здесь располагается в расширной комфорте. Это Женьку Кирееву. Привет, ребят, помните, вы мне писали, что он там бабочек ловит подсаком? Вот таким подсаком он Майк Сазанов будет ловить на раз-два. Можно поймать очень большую бабочку. Можно большую бабочку, да, поймать. Рукоятки для подсачек в большом ассортименте. Спортивная рукоятка Brain Phantom. Которая наполовину штекерная, наполовину телескопическая. Очень легкая, одна из самых легких подсак, в принципе, существующих. А какая самая максимальная длина ручки подсака? Максимальная, на сегодняшний момент, четверка. Четверка, да? Да. Вот есть Phantom, это то, что подороже. Интересно, достанем мы. А у нас есть места ловли, мы на автобе ловим под обрывом большим. И то есть приходится, один вываживает, а другой на лодке подплывает, чтобы подсачить. То есть, в принципе, да, как бы. И такая тренировка, по очереди на лодке плаваем. Ну да, да, интересная вещь, на самом деле. Давно я думал, вот это вот. И на Дону есть места, где приезжаем, когда рыбу достать трудно. Просто не становимся в эти места, они закоряженные. Там есть сазан, знаем. Но рыбу невозможно достать, потому что обрыв фрески. А такие вот длинные ручки подсака довольно-таки хорошо должны справиться с этой задачей. Можно вставать там, на рыбалке, где другие боятся. Ключки у нас все, с второго японского производства. Глянь, вот сейчас вот такие вот лещик, да? Вот прям лещ сейчас, зимний лещ, да, наверное? На леща я бы советовал использовать нашу лещовую линейку. А, вот какие, да, то есть лещовую? Либо как вазуант использовать нашу специальную модель афидер. Скоро выпуск, кстати, ребят, будет с зимнего леща. Так, ну, спасибо большое за информацию. На самом деле, очень такие вот вещи, действительно, которые могут помочь на рыбалке. Будем надеяться. Да, да, да. Я думаю, увидим еще много тестов разных этих удилищ, пикеров, федеров, карповых снастей, катушек на нашем канале. Ну, а мы идем дальше. Спасибо. Стой, стой, стой. Ура! Ура! Мужик себе такую телочку хочет. Да нет, Таня, это ты подстрижешь и покрасишься, и будешь так ездить. Короче, пришли мы в лодочный рай. Да, да, кстати, вот этот цвет видел. Кто-то говорил, что он суперкрутой цвет, не пачкается, офигенный. Не, нам надо вот такую сразу. Где звуки? Кто звуки издает? Мы вот насколько мы видим? А, это монгей. Аааа. Таня, ты вечно у нас мерзнешь-мерзнешь? Да. Есть у меня идея тебя порадовать на этой выставочке. Что, меня утеплить? Утеплить, да. Вечно мёрзнет у нас, Татьяна. Знаем, есть вот такая вот термо-одежда графовская. Но это, наверное, на флисе такой уже костюм. А я думаю тебе вот такую вот взять штуку. Как ты думаешь? Я тоже такая секси будет. Тоже? А ты и без этого секси, мне кажется. Ну, я потом тоже так на рыбалке встану. Нет, это будет под низом, понимаешь? Тебе не надо только в этом ходить. Да, а на тренировку нельзя сходить, чтобы подхудеть немножечко. Не, на самом деле оно очень тёплое. Можешь дома в нём спать, потеть и худеть одновременно. Короче, сейчас найдём менеджера и попросим рассказать нам про это термобельё. И я думаю, Таня сегодня отоварится. Ты счастлива? Нашли мы того человека, который мастерски нам расскажет про термобельё. Вон он стоит в кепочке, в шапочке. Где бы мы ещё встретились с волгоградскими видеоблогерами-рыбаками? Только здесь, в Москве. Так, ну что, Александр? И Виктория. И Виктория. Нам несказанно повезло. Такие люди рассказывают нам о суперкрутом термобелье в производстве компании «Граф». Александр, ну я знаю, вы пользуетесь данным термобельём, ни один ролик про него сняли. Что можете рассказать вообще? Я его практически не снимаю. Не, ну если серьёзно, отличная термуха, по крайней мере, ну лучшего качества у меня ещё не было в моём арсенале. Регулярно одеваю, постоянно от поездки на ПАУ, допустим, мы ездили на КАМУ. Там условия проживания были так себе, было очень холодно, поэтому мы этот термобельё практически не снимали. Был сентябрь месяц, минусовая температура по началу первые дни тренировок. И, вы знаете, мне понравилось в первую очередь то, что она практически не впитывает запах пота. Она быстро его вводит наружу, это действительно правда. И, по-моему, это самый главный её плюс. Окей. То есть, Таня не замёрзнет у меня? Нет, не замёрзнет. Термобельё я тоже ношу, начиная с весны и до холодов. То есть, в мороз, в тепло, всё супер. Причём, помимо этого, я люблю ездить верхом, это не только рыбалка. На лошадях? Да, я езжу верхом на лошадях, поэтому, то есть, очень активно двигаюсь. Запаха пота нету, я не мокрая, я абсолютно сухая, поэтому вот так. А это она гипоаллергенная? Ага. То есть, если у вас есть аллергия, от этого термобелья у вас её точно не будет? Ну, лучшего термобелья, по крайней мере, у меня не было, не скажу так. А чем отличается мужское от женского? Ну, я стесняюсь-то показывать. Есть два вида с флисовым воротником, ну, это для более зимних вариантов. Оно более приталенное, то есть, женское более приталенное, мужское оно более свободное. Ну, и с небольшим козырьком. Который снизу? Да. Открывается? Ну, он открывается, да, открывается. Волокна с ионами серебра, за счёт этого нету запаха пота. И выводится влага. Офигеть. Короче, для золотой женщины серебряное термобельё. Саш, я знаю, ты ездил в Польшу, наверное, видел, как его там производят. Да, у меня была короткая командировка в Польшу. Город, где находится фабрика Граф. Я видел именно, как изготавливается это термобельё. Там сидят польские женщины. Ну, как, фабрика у них, ну, реально, я ещё такого не видел. Я не видел, как шьётся вообще одежда. А тут именно профессиональная одежда для охотников, рыболовов. Меня это впечатлило. У них очень, ну, как сказать, навороченная техника, станки, компьютеризировано всё. Угу. Ну, по крайней мере, лично для своего опыта я очень много черпнул, как это всё изготовляется. И это было реально интересно. Ну, короче говоря, съездил ты в Польшу к женщинам на фабрику, да? Ну, в компании владеют два брата. Кстати, один из братьев здесь у нас на выставке. Ага. Вчера он был, сегодня я её не видел. Мы всё это носим, всё это тестируем, и всё наивысшего качества. Ну, и вообще, я смотрю так, вот людей мимо проходит. Очень у многих вызывает интерес продукция компании, да? Я просто вот обожаю этот костюм флисовый. Он очень тёплый. Кстати, я тоже почему-то на него сначала обратил внимание. Я в нём, ну, постоянно хожу с ним, не знаю, практически не расстаюсь. Ну, поплавок новый до минус 15 градусов. Это, можно сказать, тестовая модель, она в продаже появится в августе. Сейчас мы просто её тестируем, одеваем на рыбалке. К счастью, пока ещё под лёд не проваливались, не проверяли плавательные свойства, но уже до нас проверяли, я думаю. Слушай, ну, с нашей зимой какая сейчас, мне кажется, это очень актуальная вещь, да? Когда морозов нету, а лёд выходишь, везде опасный. На лёд выходишь всегда нужно, конечно, брать с собой из класса жилет. Такой костюм позволяет нам без этого быть. Ну да, у меня пока что только отвертка крестовая спасательная в кармане лежит. Даже с таким костюмом её желательно брать. Тоже нужно, потому что вылезать порой трудно. Продажи появятся с августа. Сейчас таких моделей в России очень мало, пока их массово не довезли. Мне кажется, можно смело заявлять о минус двадцати. Ну, у нас в этом году таких морозов не было. Я эксплуатировала его. Если ещё одеться под него. Минус двадцать два. Два слоя термобелья не толстого. У нас у Тани этот нофин костюм, минус двадцать пять. Он тоньше, ой, тоньше, чем этот, мне кажется. Этот, смотри, да. Минус двадцать пять. Она мёрзнет в нём очень. Он очень, как, лёгкий. И в нём комфортно передвигаться. Предыдущая серия костюмов, ну, она была потяжелее, пообъёмнее. Всё-таки это больше подходит для пеших рыбалок, для большего присоединения по льду, по воде с буром, например. Нет, активно двигаться бурить. Вот я эксплуатирую его на всех соревнованиях. То есть в этом сезоне я была именно в этом костюме. Эксплуатировала до минус двадцати пяти градусов. Два слоя термобелья. Изумительно. Я не замёрзла, меня не продуло. Просто, ну, наверное, тоже, да. Я думаю, пока что мы только созрели на термобельё. А когда-нибудь дойдём и до костюмов. И так далее. Да, Татьяна? Говорит, можно открывать. Вот она, красавица. Так, ну чё, Тань, как ты? Нормально. Слушай, ну, наверное, подписчики тебя впервые увидят. Без пяти костюмов и шапок. Да, вот так вот бывает, ребят. Ну, очень мягко. Такое приятное. Сидит вообще. Сидит как влитое. Воротник, ну-ка застегни. Опа, и горлышко тёплое. Отлично. Отлично. Берём? Довольны? Всё, отлично. Так, Таня у нас тут звезда, уже на все каналы работает просто. С термобельём, довольная, уходит. Ну, пришло время и мне чуть-чуть отовариться. Сейчас посмотрим флюрокарбон, потому что сейчас для рыбалки на жерлице очень актуальна тема флюрокарбона. Пойдём посмотрим, ребят. Короче, ребят, вот, нашёл я себе подарочек. Давно искал, на самом деле, эту фирму. Не мог нигде найти. Это вот Сегуар фирма. Раньше, кстати, кто рыболовый толк во флюре знает, называлась фирма Курёха, по-моему. Такое довольно-таки запоминающееся название, скажем так. Но это именно вот источник производителя. Они сами производят в Японии флюрокарбон. То есть, кто-то покупает у них, наверное, но они сами производят эти вот гранулы, из которых производится этот флюрокарбон. Супер прочный. И думаю, вот он точно должен выдержать наших щук на жерлицах. Короче, будем пробовать. Будем пробовать его. Самый большой диаметр 0, где-то я увидел, вот, 0,37. В принципе, я думаю, его у меня будет достаточно, да. Сейчас берём его и идём гулять дальше. Можно, Таня, мне флёр? Можно. Разрешаешь? Один. Один? Только один. Один раз. Чтобы щучки не убегали наши. Да, а то щучки убегают, действительно. Это очень важно. Спасибо.